дальше смотрим с вами здесь есть расширенный статус здесь своя индикация показано 50 то есть только на 50 у нас здесь все настроено наверху у нас показано статусом ок то что у нас уже работает ниже здесь можно сразу вот этот вот индикатор поднять только лишь благодаря вот этим вот двум уже элементам последняя проверка файлов то есть смотрите файлового менеджера смотрите если вы сайт ставите на рабочий уже давно сайт где уже много посетителей естественно компонент только поставили с вами мы не делаем никаких проверок как только проверка будет пройдена уже нам здесь баллы добавятся что проверка была то есть наш компонент не может в полной мере оценить вообще весь сайт и все угрозы пока не погуляет по сайту как вот программа защиты например касперский до который анализирует сайт и соответственно последняя проверка целостности файлов тоже не не было произведено давайте это сделаем здесь также есть больше информации то есть вот это будет последняя проверка прав доступа к файлам здесь нажимаем вот на эту вот иконочку давайте произведем проверку здесь у нас в боксе показано последняя проверка никогда то есть на этом сайте еще проверка не была произведена ни разу мы нажимаем с вами на кнопку вот здесь вот начать и И здесь нужно подождать. В зависимости от мощности сайта, от его величины, эта проверка будет происходить. Если будут найдены какие-то папки с неправильными расширениями, здесь будет внизу целый список. В данном случае у меня все проанализировалось. У меня показаны файлы в папках с неправильными настроенными разрешениями 0. Последняя проверка сразу стоит дата. И проанализированы файлы в H9779. Что дальше происходит? Смотрите, мы вот здесь по ссылке кликаем. Переходим еще раз вот сюда. Переходим в расширенный статус. Здесь уже, видите, показано 60. То есть у нас горела красная индикация. То есть уже мы увеличили расширенную защиту. И вот здесь сразу помечено, что статус OK. Теперь следующий этап. Последняя проверка целостности файлов. Также здесь можно ознакомиться и перейти по этой кнопочке. Здесь то же самое. Нажимаем здесь начать. Здесь то же самое. Дата ставится у нас проверки. Да, 0 у меня нашел. То есть никаких проблем у меня нет. Я перехожу в расширенный статус. И здесь уже 70. Место 60. И здесь тоже помечается зеленым. Потому что проверку мы с вами произвели. То есть эту проверку надо сделать один раз хотя бы обязательно. На новом сайте. На том сайте, на котором компонент вы только что поставили. Далее мы с вами переходим уже к более серьезной защите. Это защита файла .h.tex. Смотрите, вот об этом файле немножко поговорим. Если вы не знаете, если вы только свой сайт поставили, что за файл такой и где он находится. Сначала нужно об этом знать. Я вам покажу также на хостинге. Это хорошо будет видно. Если вы пройдете в свой сайт, то в структуре, в корневом, так сказать, директоре вашего сайта, у вас вот здесь вот после папок должен быть файл .h.texas. Если у вас такого файла нет, значит у вас есть файл .h.texas.txt. Если вы новичок, я об этом всегда говорю, когда устанавливают Joomla. Но если вы не знаете, то после установки Joomla вы на хостинге прямо отредактируете этот файл, удалите .h.tex.tex и поставьте точку в начале данного файла и сохраните файл. Все, это манипуляция вы сделали. После этого у вас этот файл в корне вашего сайта присутствует. Это первое, что вам нужно сделать. Убедиться, что у вас в корне сайта есть файл .h.texas. У меня он есть, вы это видели. И, соответственно, теперь с этим файлом здесь можно работать. Это важный очень файл. С ним надо работать очень аккуратно. В него могут вноситься какие-то директивы, нужные вам. Например, это может быть редирект или еще какие-то подобные директивы. Или сжатие сайта, кэш-браузера и другие. Вообще большое количество манипуляций можно проводить с данным файлом. Но одно неправильное действие, и ваш сайт просто перестанет открываться. И этот файл также может быть подвержен атаке. Естественно, здесь есть возможность его защитить. Давайте посмотрим, какие меры защиты здесь есть. Переходим по этой иконочке. Как уже я и говорил ранее, нужно очень аккуратно с этим файлом работать. Здесь есть такое красное предупреждение. Пожалуйста, если при попытке получения доступа к какой-либо части вашего сайта, вы получите пустую страницу, то есть белый экран, или внутреннюю ошибку сервера 500, вы должны удалить аштег с файл из корневого каталога вашего сайта с помощью приложения FTP. Ну вот, сейчас я зашел на хостинг. Либо через файловый менеджер, через FTP. То есть, если вдруг вы сейчас будете настраивать, у вас сайт ляжет, то этот файл нужно бэкапнуть. Я говорил, весь сайт вам сбэкапить и загрузить оригинальный аштег с файлом. В общем, здесь вот это все написано. Смотрите, вы просто на всякий случай заходите на хостинг. Этот файл я выделяю и нажимаю здесь скачать. То есть, оригинальную копию этого файла я скачу к себе на компьютер. Нажимаю сохранить. Так, файл скачали. Можем теперь не беспокоиться за то, что наш сайт перестанет работать. И здесь вот есть, видите, дополнительные вкладки различного рода защиты. И как происходит защита данного файла? Возможно, здесь много вам будет непонятно. Ничего страшного. Мы сделали бэкап сайта. Если что-то будет не работать, я покажу, как восстановить работу сайта. Смотрите. Запретить доступ к файлам аштексов. Ну, здесь везде есть описание. Но много описаний для новичков особо здесь не раскроют вам информации. Как же происходит защита? Мы выставляем в положение «Да». Запретить доступ к файлам. Потом дальше смотреть следующая защита. Предотвратить несанкционированный просмотр каталогов. Ставим «Да». Запретить. Дальше. Защитить от атак с использованием файловых инъекций. Ставим «Да». Защитить от атак. И перечислено, какие виды атаки есть. Также «Защитить». Ставим «Да». Давайте нажмем «Сохранить». Продолжаем настройку. Здесь вкладке имеется «Защита заголовков HTTP». Здесь уже идет такая специфическая защита. Параметр «XFrame». Здесь вот в подсказке, в принципе, написано. Приведет к чему это. Смотрите. Встраивание вашего контента. Вот здесь вот написано. Это может использоваться, чтобы избежать атак с использованием клик-джекинга. Гарантирую, что ваш контент не будет встроен в другой сайт. То есть, ваш сайт могут встроить на другом сайте во всплывающем фрейме, чтобы он показывался. Но я не знаю, насколько это повредит вашему сайту. Знаю только, что если картинки с вашего сайта будут брать ссылки с многочисленных и размещать на своем сайте, это может привести к тормозам сайта. Но лучше такую защиту дополнительную включить. Дальше. Предотвращать атаки на основе пантомим. Но, опять же, не знаю, как это объяснить. На примере, если вы новичок, здесь, в принципе, из описания более-менее понятно. Я тоже включил в положение «Да» этой опции, чтобы такого рода защита тоже срабатывала. Следующая защита я тоже включаю в положение «Да». Следующая – «XSS защита». Это заголовок, используя для настройки встроенной отражающей защиты XSS в Internet Explorer, то есть это браузер, Chrome и Safari. Но тоже включим данный род защиты. Нажимаем «Сохранить». Следующая вкладка позволит заблокировать недоброжелательных пользователей. Использовать список заблокированных пользовательских аккаунтов по умолчанию можно выбрать «Да». И здесь перечислить каждого с новой строки, вот в этом поле, забаненных пользователей. Или использовать собственный код, если мы разработчик. На этой вкладке отключить подпись сервера. Отключение цифровой подписи, которая в противном случае идентифицировала бы сервер. Некая защита. Включаем. Отключить. Дальше. Запретить PHP Extracts. И здесь описание. PHP содержит недостаток, который может привести к несанкционированному раскрытию информации. Ну, соответственно, тоже включаем в положение «Да». Некая защита. И ниже. Запретить доступ к чувствительным файлам. Укажите файлы каждый в новой строке. Ну, здесь у нас уже указаны необходимые файлы. Дальше мы с вами переходим к бэкон защиты. Так сказать, защиты админской части. Достаточно интересная вот эта вот защита. То есть я ее приветствую. Смотрите, все злоумышленники знают путь к админке. То есть вот наш сайт, вот здесь мы его видим, и администратор. То есть они знают, что вот здесь вот к нашему домену надо поставить лишь это слово «администратор». И они увидят страницу, куда нужно вводить логин и пароль. Таким образом, зная эту страницу, им будет двигаться дальше проще. Они будут подбирать логин и пароль специальными своими скриптами, чтобы войти в вашу админ пароль. Вот на этом уровне можем их пресечь. Сделать уникальный доступ к админке, которую будем знать только мы. Но здесь есть момент, нам обязательно нужно его сами запомнить. Не потерять, куда-то сохранить. То есть вот как только мы здесь нажмем на кнопку «Создать ключ», мы сразу, по идее, не должны попадать в админку через именно слово «администратор». Вот здесь вот видите, даже написано «Убедитесь, что вы понимаете эту функцию, прежде чем примените ее». После применения, если вы попытаетесь получить доступ к странице администрирования Joomla через URL ваш сайт «Администратор», вы получите ошибку 404. Или вот можно указать URL ниже на перенаправление на какую-то страницу. Обычно я перенаправляю просто на главную. Но вы можете создать какую-то страницу внутреннюю с каким-то текстом. Текст этот направить именно на хакеров или на людей, которые случайно попали на эту страницу. То есть все что угодно. Можете просто ничего здесь не делать. Самое главное вот этот вот ключ. Я нажимаю на кнопку «Создать ключ». Вы видите, у меня создается уникальный ключ. Я могу нажать сюда еще раз, если нужно ключ изменить. И ключ меняется. То есть по идее вот этот ключ, он должен работать вместо слова «Администратор». То есть наш сайт, слэш и вот этот ключ у вас, конечно, свой уникальный. Я прямо сейчас его на всякий случай копирую и помещаю куда-то в блокнот. После того, как создали ключ, нажимаем здесь «Сохранить». У меня автоматически происходит разлогивание. То есть я вижу страницу администрирования. После того, как мы ввели с вами здесь ключ, мы нажимаем вот здесь на кнопку наверху «Защищать». Если мы кликаем, у нас здесь показано сообщение «Защищать H-Texas». Также здесь кнопка «Удалить H-Texas» и «Восстановить оригинальный H-Texas». После нажатия на кнопку «Защищать» на другие вкладки, которые мы с вами прошлись, напротив, видите, помечается зеленым таким сообщением. Эта опция была применена к нашему файлу H-Texas. И здесь, и здесь. Все, что мы выставили в положении «Да», у нас защищается. И уже на расширенном статусе, то есть общий статус пока 75, но на расширенном у нас уже 100% показана защита. Вы сами это видите. Также на страницу H-Texas можно вернуться вот здесь вот опции. Раскрываем. И вот H-Texas защита. Возвращаемся на ту же вкладку, где мы с вами работаем. Итак, как сделать так, чтобы вот этот ключ, который вы сгенерировали, здесь сохранился? Вы нажали «Создать ключ». Вот этот путь, вот этот кусок кода, вы его обязательно куда-то сохранили. После этого еще раз нажимаете «Защищать». Вот на эту кнопку выше. Когда вот здесь помечится напротив галочкой, видите, зеленым, что это применено к файлу H-Texas. То есть все, что вы сделали, да? То, что и ранее вот это все применено. Что происходит? Почисти кэш-браузера горячими клавишами Ctrl-F5. Только смотрите, какой доступ. Вот ваш сайт вот здесь вот. И не сразу после слэша идет вот этот доступ, да? А идет слово «администратор» слэш «вопрос», а потом только код. В блокноте это выглядит вот так у меня сохранил. То есть мой сайт слэш, обычное слово «администратор» слэш, потом «вопрос», а только потом сгенерированный код. То есть вы прямо вот эту строчку целиком пусть до вашей админки куда-то сохраните на блокноте. Я сейчас чищу кэш Ctrl-F5, нажимаю «выход». Вот смотрите в адресную строку. Сейчас еще раз почищу кэш. Вот если я сейчас нажму «enter», меня автоматически перенаправляет на главную страницу по умолчанию. То есть я не могу сейчас получить доступ по старинке через администратор. Вот смотрите еще раз. Слэш. Вот у меня всплывает, видите, из куки браузера, из памяти браузера. Вот администратор. Я нажимаю «администратор», страница обновляется, и меня перебрасывает опять на главную. Видите, то есть все, защита уже работает, я не могу попасть по стандартному пути в админку. Но если я вот так целиком сейчас путь вставлю, или хотя бы просто вот так вот я вставлю, вот копирую из блокнота, подставляю это к адресной строке своего сайта, то есть администратор, вопрос и секретный код. Нажимаю «enter» и я вижу вот эту страницу авторизации, нажимаю «Войти». И приспокойненько вхожу на сайт. Возвращаемся в наш компонент, возвращаемся к конфигурации, опции и «H-Texas». Итак, «H-Texas» мы в большей степени защитили. Итак, следующее у нас здесь есть «Производительность», вкладка «Производительность», то, что влияет на производительность. Оптимальное время истечения. Установите оптимальное время истечения для файлов KSS, JS, Audio, Audio и изображения. Здесь, на ваше усмотрение, в принципе, сжатие контента, сократите время ответа. Вот здесь вот я бы поставил «Да». Ну и вот нижнее перенаправление запросов без «В» на «ВВВ». Несоблюдение этого требования может повлиять на SEO. Но если у вас уже сайт работает, он уже индексируется, вы уже позаботились там о всех вот этих вот внутренних дубликат страниц и так далее, да, то здесь, я думаю, наверное, лучше не трогать вот это вот. Оставляю только сжатие. Сохранить. И защитить. Еще раз нажимаю. И тогда здесь помечается, что эта опция применена к файлу H-Texas. То есть это сейчас работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова